Уровень воды в Печоре за последние сутки повысился на 9 сантиметров. Отметка в 440 сантиметров, хоть не критическая, но вода на спад не идет. Впрочем, паводок в этом году для сельских жителей проблем не принес. А красновцы, несмотря на отсутствие моста, продолжают держать связь с городом. Собираемся перебраться на тот берег реки. Обещали нам в 9 часов, сейчас у нас уже почти 10 скоро, пока нет переправы. Любовь Смирнова вместе с коллегами приехала в округ изучать паводок. И по иронии судьбы, научные сотрудники на время стали его заложниками. Для обследования водных территорий им надо добраться до Красного. Мост через Кую сняли в середине месяца, установят не раньше 30 мая. Вообще, мне кажется, что если там живет полторы тысячи народу, то они как-то должны жить. И какое-то вообще сообщение должно быть с этим. В период распутиться транспортным сообщением служит частный перевозчик. Два раза в день, утром и вечером, он переправляет на городской берег Куи и обратно 10 человек. Именно столько людей помещается в Буханке. Ведь пассажиров надо еще доставить до Красного. Вся дорога от поселка до моста по залитому грунту занимает около двух часов. Экстремальная, конечно, езда. Еще и холодно сегодня. Конечно, хотим, чтобы мост не снимался вообще, чтобы не было таких проблем. Чтобы всегда можно было поехать в город и знать, что действительно ты поедешь, успеешь. В общем, и обратно еще вернешься. Потому что сегодня не знаю, вот как опять. Вы сегодня обратно не едете? Ну, сказали, что вряд ли. Вопрос о строительстве постоянного моста жители Красного ставят не первый год. Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта. Такой проект переправы имеет с 90-х годов. По проекту мост располагается в районе озера Харитоновка. Нынешнее место слишком топкое для больших конструкций. Там предполагается два моста. Один у Харитоновки небольшой, и следующий через Кую побольше мост. Есть проект, но старый. То есть это надо по-новому проектировать. Тут проект никуда не годится. Планируем на следующий год проектирование заказать. Но настройка там уже как получится. Строительство двух мостов сопоставимо в цене одному из участков Усинской дороги. Не менее дорогостоящим будет и проект. Его судьбу определят депутаты на бюджетных слушаниях.